Вашингтон готовит поход на Россию, с ними идет Армения, но там нет Азербайджана, спустя 10 лет после краха арабской весны Вашингтон выступил с новой утопической идеей саммита стран демократии. Но ни одна из стран победившей демократии интернационального Востока, примерившего на себе всего за одно столетие феодальную джалабию, насеровскую гимнастерку, игиловскую кольчугу и либеральный костюм, на саммите избранных представлено не будет. Вдохновители освобождения народов Востока, а именно так Думвират Обама и Байдена взращивали современную борьбу за демократию, деградировавшую в странах освобожденного Запада до Римского императива легализованной однополой любви, провели условный водораздел между демократией и тиранией. Египет с его военно-полевой реставрацией, Тунис с его распущенным парламентом, расчлененная Ливия, сожженная Сирией и многие другие освобожденные народы остались вне саммита избранных демократий. Не будет и буревестника арабской весны демократической Турции. Хотя Вашингтон усадит в почетном ряду номинальное государство под названием Ирак, жертвенную овцу мирового империализма, наследницу Вавилона, восточную жемчужину, потопленную в крови во имя большого похода на восток. Страна, превращенная в полигон военных баз и прокси-группировок, правительство которой потеряло контроль над севером и югом государства. Но Ирак, по глубокому убеждению жрецов демократии, страна либерального толка. Что в конечном итоге открыло в парламент путь ксенофобским и террористическим организациям вроде Хашаташ Шааб. И даже если демократия ставит преграды на пути к завоеванию парламента и правительства, легализованные ею прокси выносят смертные приговоры с военравным премьер-министром. Почти как в несостоявшемся государстве под названием Ливан, который, к слову говоря, тоже посадит за столом демократических стран. Судьба неожиданно отвернулась от Афганистана. Задержись на несколько месяцев у власти Гани, сбежавшей из Кабула с казной разоренной и униженной страны, и Афганистану достался бы уголок на мониторе демократического лаптопа в пространстве овального кабинета. В эпоху нарастающей геополитической конфронта ЦИИ за новый передел мира вашингтонские теоретики во имя расширения новой конфигурации коллективного Запада и его сателлитов стали все настойчивее подменять понятие несостоявшееся государство на демократическое устройство. Идеологический догматизм оставляет за современной демократией право на распад и неизменную динамику центробежных сил. Да-да, демократия в умах вашингтонских теоретиков, это непременно слабая власть, рыхлая почва, мягкий пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно. Меккой империалистической демократии культивирует идею слабой власти на периферии с зависимой экономикой. Слабая власть, это удобный институт для внешних манипуляций, перманентных вмешательств и непременных подсказок в виде настойчивых рекомендаций. Слабая власть, это послушное правительство, которое следует веяниям геополитической конъюнктуры. Что в конечном счете позволяет Вашингтону провозгласить Родриго Дутерти, этого кровожадного диктатора, ярким демократом и включить его в круг почетных борцов за демократию на предстоящем саммите. В Вашингтоне уже позабыли о созданных Дутерти эскадронах смерти, убивавших людей на улицах давая без суда и следствия. Еще несколько лет назад любимый журнал Байдена, своего рода манифест западной демократии, Тайм на своей глянцевой обложке называл Дутерти палачом. Но это было всего лишь чертово недоразумение, о котором поспешил позабыть коллективный Запад. Тем более, что сам Дутерти в пылу откровенности во время задушевной беседы с маистами признал, что вооруженная борьба как средство достижения перемен в обществе в современном мире является устаревшим методом. Другое дело, президент Эрдоган, призывающий к построению нового справедливого миропорядка без западной гегемонии. Увы, в Турции правит демократия, оппозиция побеждает на выборах, а самого президента критикуют в эфире общенациональных телеканалов и СМИ, однако внешнеполитическая доктрина Эрдогана, призванная к укреплению самостоятельной и самодостаточной роли Турции в эпоху новой геополитики, вызывает досаду в Вашингтоне, Париже и Берлине. Турция нарушила заданную ей миссию восточного форпоста. НАТО стало не только продвигаться на восток без Анкары, но порой встречать и противодействие своей Анкары. Турция стала непослушным больным человеком в НАТО, что лишило ее демократической регалии. С одной стороны, Байден призывает предстоящий саммит в поддержку призрачной демократии остановить эрозию политических прав и свобод, а с другой и с бесстыдством, достойным лучшего применения, провозглашает предстоящий саммит крестовым походом на Россию и Китай. Вашингтон при нынешнем тотальном господстве и диктате транснациональных монополий, этой сложившейся при непосредственном лидерстве США уродливой форме империализма, хищнической борьбе за колонизацию третьего мира, источников сырья и рынков сбыта, объявляет о жажде нового глобального лидерства в пику России и Китаю. Байден берет на вооружение хорошо забытая политика литературное рейгановское клише, объявив Москву и Пекин новой осю зла. И не скрывает своих намерений, новая холодная война призвана нанести удар по двум державам, которые всего лишь посмели потеснить и оспорить глобальное лидерство Заокеанской империи. При этом Байден прибегает к языку шантажа и угроз и в адрес своих сателлитов, прозванных демократиями. И этим странам надо поскорее притворить в жизнь взятые на себя обязательства, иначе велик риск потеряли нам и сателлиты накануне второго саммита в следующем году. Ведущие правозащитные организации, в первую очередь Freedom House, поспешили задаться справедливым вопросом, а кто же стал измерять уровень демократии и политических свобод в тех или иных странах. Неужто американская полиархия, чья политсистема может устроить охоту на свободолюбивого президента. Всего лишь год назад в США президенты лишили права на свободу выражения и мысли, Трампу запретили писать и выступать, а его сторонников заклеймили как путь чистов. Еще свежи в памяти жестокие видеокадры расстрела свободолюбивой манифестации в Фергюсоне. Расстрел мирной демонстрации, повлекшей за собой тотальные репрессии и введения военного положения, ошеломили весь старый мир, воспитанный на загнивающих либеральных ценностях. А гражданская казнь Ассанжа в Лондоне. А чудовищный по своей жестокости разгон мирных протестов в Париже и Берлине. Кто определяет меру ответственности и право на подавление политических свобод? Почему в одних странах разгон манифестаций называется обеспечением правопорядка и законности, а в других, закручиванием гаек и репрессивной волной? Что является источником этого когнитивного диссонанса в реальности деидеологизированных политических режимов? И почему в одной стране победа христианской партии или ортодоксального сионистского движения воспринимается в качестве волеизъявления народа, а победа Талибана или Хизбола интерпретируется как насильственный захват власти мракобесами? Получается, что Запад допускает лишь единственную дефиницию демократии, выраженную в культурологическом и религиозном понимании феномена народовластия. Множество вопросов наталкивается на прерогативу интересов одной державы, узурпировавшей право на Тритейский суд. Причем суд происходит не в Гааге, где убили еще одного президента, Слободана Милошевича, а на обломках рухнувшего либерального миропорядка. Россия отчасти права, провозгласив новую инициативу Вашингтона Химерой, которая возвращает мир к жестоким и безнравственным канонам, канувшей в лету холодной войны. Запад не считал и не воспринимал пораженного в правах борца с военной хунтой Пиночета Луиса Карвалана политзаключенным. Потому что Карвалан самоотверженно боролся с оставленником Вашингтона. И одновременно коллективный Запад вел отчаянную борьбу за права советского диссидента Владимира Буковского, которого провозгласил героем лишь за то, что публицист и правозащитник боролся с ненавистным Вашингтону коммунистическим злом. Зеркальная параллель нашему времени. Забытый всеми Асан Штомится в западной тюрьме и бьется за жизнь, в то время как политзаключенный номер один Алексей Навальный провозглашается на Западе героем нашего времени. Абсолютный и неприкрытый цинизм, аморальная игра с ценностной системой, самонадеянное и бесцеремонное паразитирование на популярных идеях, при этом доводы западных политиков не подаются разумной аргументации. В Армении разыгрываются судебные спектакли с участием главного претендента на власть экс-президента Роберта Кочаряна. И власть вопреки логике и законности запрещает Кочаряну покидать страну. Запад молчит, потому что Кочаряну запрещают выезд в ненавистную Россию. Но премьер-министр Армении вторгается в зал заседаний парламента с целым военным контингентом, который превращает национальное собрание страны в оплеванную и грязную казарму. Солдаты хватают за волосы женщину-депутата и выволакивают из зала заседаний. Запад молчит, потому что зло творит ставленник самого Запада. А Байден провозглашает эту страну, скатившуюся в хаос гражданского противостояния и беззакония, отданную на отку полярным враждующим силам, государствам с процветающей демократией. Да, это происходит в то самое время, когда весь мир затаив дыхание с болью в душе, но безучастно наблюдает за драматическими событиями вокруг локомотива геополитической революции на постсоветском пространстве политзаключенного номер один Михаила Саакашвили. Экс-президенты унижают, избивают, над ним глумятся и делают все для того, чтобы покончить с феноменальным политиком, олицетворяющим демократию на всем постсоветском пространстве. Но при этом Грузия получила почетное место среди избранных демократии мира на саммите Байдена, животный макивилизм выше эфемерных ценностей, а как же, и в это же время Азербайджан, подавший яркий пример консолидации антагонистических политических сил, провластных и оппозиционных движений, объединенных вокруг национального лидера, президента-освободителя и национальной идеи, выстраданной в перманентной многовековой борьбе с экспансионизмом, отвергается Вашингтоном и не получает приглашения на саммит. Хотя завеса пока еще не сорвана, но приподнята, и саммит, призванный в поддержку демократии, в большей мере призван для формирования новой платформы сдерживания разрастающегося геополитического влияния России. И в этой коалиции нет места суверенным и самодостаточным странам, как Азербайджан, который формирует свои внешнеполитические ориентиры и выстраивает отношения с державами исходя из сугубо национально-государственных интересов. Без диктата, диктанта и подсказок. Безусловно, в новой антироссийской коалиции в первых рядах нашла место сегодняшняя Армения, захваченная тиранией ставленника западных кругов, Никола Пашиняна. Вне всяких сомнений, Пашинян и его соросовская клика займут центральное место в авангарде нового антироссийского движения и вероломного крестового похода на Первопрестольную. Как и в конце 80-х годов прошлого столетия, когда с помощью армянских либералов первой волны, но по наущению коллективного Запада подогревался главный сепаратистский очаг, обусловивший величайшую геополитическую катастрофу, развал советского государства. Какая демократия, это поход на Россию, с ними идет Армения, но там нет Азербайджана.